МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на телеканале Гродно+. В студии Наталья Дюрт. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Цветы и вечная память. В честь Дня освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков у памятника погибшим воинам в парке Межелибера состоялся торжественный митинг. Получить бесплатную консультацию специалистов в Гродно прошел день профилактики стоматологических заболеваний. Фарбы души. В областном методическом центре народного творчества открылась первая персональная выставка гродинской художницы Данута Цибулько-Цветницкой. Гродно сегодня празднует 71-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Традиционная памятная дата 16 июля отмечается жителями областного центра и как День города. Торжественное мероприятие открыл митинг у вечного огня братской могилы воинов и партизан в парке имени Желибера. В нем приняли участие руководство города и области, ветераны, члены трудовых коллективов. Новым лауреатам книги славы были вручены нагрудные знаки. Кроме того, на празднике по традиции отметили первого жителя города, который появился на свет в очередную годовщину освобождения Гродно. В память об этом событии отец семейства получил ценный подарок. Репортаж Вероники Цыганок. Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Тимофеевна Судакова к вечному огню в парке имени Желибера сегодня шла с особым волнением. Ровно 71 год назад, 16 июля, на этом самом месте она хоронила своих друзей, которые вместе с ней освобождали Гродно от врага. В память о великом подвиге героев у мемориала в парке состоялся торжественный митинг. Мэр города Мячеслав Гой поздравил с праздником всех его жителей, гостей и, конечно же, ветеранов. Тех, кто освобождал наш город, в живых осталось всего семеро. Поэтому их воспоминания об этом дне ценнее золота. Город был маленький, конечно, не очень разбитый, потому что он переходил из рук в руки очень быстро. Только на освобождении, конечно, были бои очень сильные. И переправу мы строили здесь очень тяжело, под очень сильными бомбежками. Гибли люди на наших глазах. Мне очень запомнилось вот это место, где я сейчас стою. Я своими собственными глазами видела, как ребята хоронили моих друзей. Вот в этом месте, где мы сейчас с вами стоим, это невозможно вспоминать, тяжело говорить. На митинге чествовали и тех, благодаря кому сегодня наш город и область занесены на республиканскую доску почетом. Лауреатами книги Славы Гродно стали ветераны труда Виктор Глухов, Георгий Забродский, директор Гродненской городской гимназии Анна Дулуб, управляющий приорбанком города Гродно Михаил Шилин, врач-гинеколог, заведующий второй женской консультацией Светлана Купрашевич, председатель Октябрьской организации ветеранов Владимир Цютюнник. Все они внесли большой вклад в развитие Гродненского региона. Также на мероприятие пригласили отца семьи, которая сегодня отмечает рождение дочери. Мэр города, Мячеслав Гой и председатель Городского совета депутатов Анатолий Никитин поздравили родителя, подарили приятные и полезные подарки, а также пожелали всем детям города быть здоровыми и счастливыми, расти, развиваться и творить на благо родной страны. Городского совета депутатов Анатолий Никитин в долетиях далеких 71 год назад, когда наш город освобождали. Ведь действительно, это была разруха, уничтожено практически все, практически жилье было все убито, много людей погибло. И мы должны всегда в первую очередь вспомнить о тех людях, которые освобождали наш город. В этот праздник, конечно, я хочу поблагодарить всех за ратный труд, поблагодарить за то, что сегодня город уютный, чистый, он привлекателен. Ведь в наш город приезжает очень много туристов и говорят о том, что действительно, это жемчужина края. Всех с праздником, здоровья, каждую семью веселья и удачи. В завершении митинга власти города сотрудники правоохранительных органов, ветераны, представители различных гродненских организаций возложили памятнику погибшим воинам живые цветы. Усыпанный яркими красками мемориал в день освобождения Гродна от врага говорит о том, что люди помнят и всегда будут чтить великий подвиг белорусского народа. Вероника Цыганок, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Накануне Дня освобождения Гродна от немецко-фашистских захватчиков наши корреспонденты вышли на улицы города и поинтересовались у жителей областного центра, что для них значит 16 июля. Это большой праздник для всех гродненских людей. Нашему городу мы пожелаем процветания, нашему городу мы пожелаем успешного развития, социально-экономического развития, чтобы было больше экспорта, чтобы все было хорошо. Это наш великий подвиг, нашего народа, который заплатил за это ценой жизни своей. Я пожелаю городу процветания, жителям хорошего настроения, здоровья. Назначимое событие для жизни нашего города, я думаю, для всех потомков наших, дедов наших, родителей для кого-то. То есть это детство счастливое, это развитие города, это благосостояние народа, ну то есть это наше будущее. Любви, благополучия и самой счастливой дороги в жизни, чтобы страна действительно и гродно процветали, жили все счастливы, без войны, без всяких приключений и удачи всем. Счастья, любви, побольше свободы, чтобы люди чувствовали себя здесь свободными. Счастья, радости, улыбок, в общем, всего самого хорошего. Обеспечение дисциплины, охрана труда, пожарной безопасности и сохранности урожая необходимо взять под особый контроль при проведении уборки зерновых. Такое поручение дал председатель Гродненского облсполкома Владимир Кравцов на областном семинаре совещания в Карелическом районе. Принято решение, согласно которому помощь в уборке аграриям окажут промышленные и другие предприятия. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Валерий Хельский доложил, что по расчетам, учитывая имеющуюся технику и возможную среднюю нагрузку на комбайн, уборка зерновых в регионе будет проведена за 22 дня. Здоровье наших зубов и десен напрямую зависят от правильной гигиены полости рта. Вот и сегодня, в день профилактики адонтологических заболеваний в Центральной городской стоматологической поликлинике для взрослых и на базе детской стоматологической поликлиники работал кабинет открытых дверей. Все желающие смогли получить бесплатную консультацию, а также подобрать для себя средства индивидуальной гигиены. Мы больше стараемся упор делать на профилактику, как есть такая поговорка, берегите честь молоду, а зубы с пререзывания. То есть я, как заведующая профилактическим отделением, всегда хочу что-нибудь привнести в новое, чтобы все-таки заинтересовать больше на профилактику. Этим и поменялась и тактика в школе, для того, чтобы мы больше упор делаем на профилактику именно постоянных зубов, потому что проблемы существуют в плане получить согласие у мамы, некоторые дети не хотят лечиться без анестезии. А профилактические мероприятия мы можем спокойно проводить, то есть не привлекая даже родителей. Также в этот день стала традицией проведения конкурса детских работ в поликлинике. Дети рисовали, как они видят здоровые зубы. Также традицией у нас стало, я думаю, это перейдет из года в год, так как летом дети у нас отдыхают в лагерях, дошкольных, таких оздоровительных, мы тоже делаем упор на это. И сегодня наш доктор с утра поехал для того, чтобы прочитать лекцию, научить детям как правильно чистить зубы в лагерь «Зорька». В областном методическом центре народного творчества открылась первая персональная выставка Гродненки Дануты Цибулько-Цветницкой. Еще с детства она увлекалась рисованием, и ее главная мечта была поступить в художественное училище. Но жизнь повернулась иначе. И только с выходом на пенсию у Дануты Вацлавовны появилась возможность больше времени посвящать своему хобби. Поэтому она стала серьезно заниматься живописью. Все подробности в сюжете Вероники Столпец. В выставочном зале областного методического центра народного творчества открылась первая персональная выставка Дануты Цибулько-Цветницкой. До этого она уже неоднократно принимала участие в городских, областных и республиканских показах народного творчества. Была участницей 4-й национальной выставки наивного искусства «Инсита-2012», посвященной 125-летию со дня рождения Марка Шагала. Но личную экспозицию выставила на суд зрителя в первый раз. Живописью Данута Вацлавовна начала заниматься только с выходом на пенсию. Интерес был пронесен через всю жизнь с самого детства. «Фарбы души» – именно так называется первая персональная выставка художницы, на которой представлено более 50 работ. Мой путь начался так, училась в школе, в школе рисовала газеты, оформляла много чего. Потом как-то с мужем поехали в Польшу, первый раз. Пришли в магазин, на полочке лежат две коробки красок масляные. Я посмотрела, говорю, Юра, давай купим. А он говорит, да зачем? Я говорю, ну вот, может, когда-нибудь возьмусь, буду рисовать. Он говорит, ну да, купили. Пролежали они где-то, наверное, лет 30. Пошла на пенсию и давай рисовать. Вот с 2007 года начала рисовать. Любимая тема художницы – природа родного края. Именно поэтому каждый год Данута Вацлавовна и ее семья путешествуют по Белоруссии, чтобы увиденное глазами запечатлить в своих работах. Выставка продлится до конца месяца в областном методическом центре народного творчества, где ее может посетить каждый желающий. Вероника Столпец, Анжелика Качан, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+. К сведению жителей и гостей областного центра. В связи с проведением пятого международного марафона дружбы Гродно-Друскененкай, 19 июля будет частично ограничено дорожное движение с 8 до 9 утра по улицам Горького и Грандическое, а с 9 утра до 12 часов дня по дороге Гродно-Вильнюс через деревни Грандичи, Зарица, Гожа и пограничный переход Привалка-Райгардас. Теперь информация о новостях в мире спорта от Анастасии Бояринцевой. Оставайтесь с нами, удачи и приятного вам вечера. Здравствуйте! Футболисты Баты с большим трудом вчера одолели ирландский Дандолг в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Большой разницы в мастерстве игроков мы так и не увидели. Более того, гости могли вполне рассчитывать на более благоприятный результат поединка по созданным голевым моментам. Особенно до перерыва они ни в чем не уступали хозяевам. Счет на 11-й минуте открыл Александр Корницкий, но затем полная неразбериха у ворот Сергея Черника позволила Макмиллану забить ответный гол. Выручил Борисовчан защитник Дандолга, который после удара Евгения Яблонского отправил мяч в собственные ворота. Игра, показанная подопечными Александра Ермаковича, на своем поле ставит много вопросов перед ответной встречей в Ирландии. А вот некоторые результаты других матчей, состоявшихся вчера. Шведский Мальман не смог преодолеть мощную защиту литовского Жальгериса 0-0. Такой же счет зафиксирован в поединке азербайджанского Карабаха и черногорского Рудара. Шотландский Селтик дома обыграл испланский Стьярно 2-0. А вот «Динамовцы» из Загриба, проигрывая, еле свели матч к ничее с клубом «Фола» из Люксембурга 1-1. Ответные поединки пройдут 21 и 22 июля. В эти минуты уже начались матчи с участием белорусских команд во втором квалификационном раунде Лиги Европы. «Шахтер» в Солигорске играет с австрийским Вольсбергером. А «Минская Динамо» в болгарском Разграде встречается с Черным морем. Этот поединок транслирует телеканал «Беларусь-5». А второй будет показан в записи в 21.50. Интересно, что букмекеры отдают предпочтение белорусским клубам. Болельщики Грудинского Немана лучшим игроком команды в недавнем матче с Минским «Динамо» назвали вернувшегося к родным пенатам Павла Савицкого, которому в этот день исполнился 21 год. Тем временем польская егелония, отказавшаяся от услуг полузащитника Немана, готова подписать контракты с двумя игроками терпящего бедствия Брестского «Динамо» Денисом Ковалевским и Кириллом Премудровым. Сегодня матчами Барановича-Белшина и Днепр-Нафтан начинается стадия 1-16 финала Родышка Кубка Беларуси по футболу. Завтра в борьбу вступят еще 20 клубов, в том числе представители Гродненского региона. Неман сыграет в Речице, а Шмяны примут гранит. Лида дома встретится со Сморгонью. Баскетболисты молодежной сборной Беларуси значительно осложнили себе в выполнении задачи по выходу в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Венгрии. На втором этапе континентального первенства команда Георгия Кондрусевича выступила сверстникам из Швеции 65-82. Теперь все решится в последнем туре, который будет сыгран сегодня. Беларусам необходимо побеждать хозяев турнира, а шведы должны обыграть македонцев. Только при таком раскладе белорусская сборная может продолжить борьбу за выход в элитный дивизион. А на этом у меня все. Болезнь за наших. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова